Всем привет, вы на канале Коллега Мастер, и сегодня мы посмотрим набор под артикулом 75679. Набор был выпущен в конце 2017 года. Рекомендована ручная цена данного набора 5999 рублей. Но сейчас он стоит 3000, в нем 630 деталей. Переназначен для детей старше 8 лет, и называется это Истребитель Сит Кайлорана. И давайте сначала глянем на инструкцию. Так, инструкции. Вот такая вот инструкция, прям как коробка. Вот Disney, Lego.com, 75679, Lego Star Wars и оформление 2017 года конца. Вот сам набор. Открываем, у нас тут информация про Brick Separator. И начинаем, ну в смысле тут показывается, что из какого мы пакета собираем. И начинаем с жорком, на четвертой странице, собирая Кайлорана. Собираем, вот так вот мы собираем. И заканчиваем на... Так, да, на 77-й странице. Дальше у нас идут все фигурки. У меня они все есть. Все наборы той линейки, у меня все эти наборы есть. И, по-моему, на все, кроме вот этого набора, кроме, по-моему, девочка, есть обзоры. Так, дальше у нас тут такая сценка. Вот. Тут тоже такая оценка, перечисление всех деталей в наборе. И Lego Win. Инструкцию мы посмотрели, и давайте посмотрим фигурки. И давайте посмотрим мини-фигурки. Первая мини-фигурка у нас это штурмовик первого ордена, вот такой вот белый, стандартный. С обычным черным бластером. У него вот такой вот шлем обычный, обыкновенное лицо клона. Вот такие принты с перьей на ногах, также сзади. Ну и все, это обычный штурмовик. Чуть не, ну, не оговорился. Дальше у нас идут Кайлорен. Он у нас без шлема с волосами. У него вот такое вот лицо. Одно спокойно, другое очень злое. У него тут как бы шрам такой, видите, он злой очень. У него плащ, есть вот такой вот меч с черной рукояткой. У него принты на туловище спереди на ногах. Сзади принты имеются. Вот у него такая типа кольчужная броня. На самом деле это не кольчужная броня, это типа... Как это сказать? Ну такой типа рельеф на куртке его. Вот. Дальше у нас идет пилот первого ордена. Вот. Этот пилот не знает зачем нужен. Видимо, мы просто положили. Вот. Ну, он лишний никогда не будет. У него вот две такие красные волосы. Этот пилот отличается от пилота первого ордена из... Получается... На борте 2015 года сидый истребитель обычный. Первого ордена. Вот. У него такая здесь типа трубка резиновая. У него обычное лицо клона. Принты на туловище спереди, принты на туловище... Ну, сзади, да, на спине. Такой бластер. И на ногах небольшие принты. Такая фигурка пилота первого ордена. И последняя фигурка это у нас BB9E. Так. Где у него? Вот. Это у нас BB9E. Это дроид первого ордена. Он чуть-чуть отличается от BB8. У меня даже... Так. Нет, я не смогу сейчас сравнить. Но у меня есть много BB8. У меня... Так. Два. Ну, как минимум... Да, как минимум два BB8 у меня есть. Может, даже и три. Не знаю. Вот. В общем, такой вот BB9E. Вот. Прикольно, да? У него голова немного отличается от BB8. И он ещё чёрный вот такой вот. Все его помните за восьмой эпизода, да? Вот. Ну, фигурки мы посмотрим. И давайте посмотрим сам набор. И давайте посмотрим сам набор. Вот такой вот набор. Это сидый стребитель Кайлорена. Вот такой вот. Он со всех сторон. Вот. Большой он. Вот, по сравнению с фигуркой. Ну, то есть... Ну, да. Приличных масштабов. Если даже сравнить с... Сейчас. Как тут? Сравнить даже если... С истребителем... Повстанцев. Вот. То он будет такого же размера. Или даже больше, да. Больше вот. Ну, то есть... Повстанцев. Такой истребитель. Это в масштабе один к одному к мини-фигурке. То есть, как и вот этот мой истребитель, который... Ну, повстанцы я только что показал. Так. Этот... Ой. Да, вот. И как Вайвин там. И как Сокол Тысячили, который самый дорогой. Вот. Не вот эти маленькие. Вот. Не вот эти вот. А которые большие, которые у меня будут. Вот. Так. Дальше что у нас ещё? Поклюнем про функции. Тут их не так много. То есть, открывается кабина, естественно. Вот эту вещь можно убрать с стеклом. И туда можно посадить вот Кайла Рена. Давайте даже, чтобы лучше было видно, я камеру с штатива сниму и буду показывать с рук. Так. Вот у нас как бы помещение внутренней этого истребителя. Можно туда посадить Кайла Рена. Вот. Там между ног такая вот деталька есть. И она, ну как бы, закрепляет его. Вот там одно место. Так. Там нет никаких панелей управления вроде бы, да? Да. Ставим обратно стекло. Кстати, в этом наборе нет наклейки, да? Да. В этом наборе не было наклейки. То, что, ну как бы, очень классно. Ставим обратно стекло. Ставим обратно вот эту детальку. Закрываем Кайла Рена и всё, он может слететь, расстреливать всех. Вот. И вторая функция, естественно, это мы как бы нажимаем на вот эту детальку. И там у нас с помощью, хотя какой-то механизм, в общем, выстреливает пулька у нас. Вот пульки справа, с левой и справа. Вот первая. И вторая. Так. Что ещё у нас тут есть? А, сзади, кстати, очень красивые движки. Вот такие красные. Ну, точнее, один двигатель. Вот. Вот механизм может рассмотреть такой. Ну, это сложно назвать механизмом, конечно. Вот, так же, если, ну, не знаю, такого фильма не было, конечно, но можно крылья вот так вот сделать. Вот. И вот так вот. И будет у нас вот такой вот истребитель, но он, конечно, стрёмный, поэтому... Ой. Куда, куда, куда? Так. Так, и вот так всё. Такой вот истребитель. Тут большая детализация, то есть вот всякие решётки, да. Всякая вот такая вот... Всякая такая тема. Тут у нас декоративные пушки. Это и принт-принт. Вот. Там идентичная история. Да. Так. Что ещё у нас есть? Тут ещё мне не очень понравилось, что тут такая дыра, как бы. Сделали бы такими деталями, знаете, как это называется-то. Короче, типа блоки, только у них скошенный вот перец. Ну, или зад. Не знаю. Ну, перец, да. Так. Ну, в принципе, не знаю, набор посмотрели. Вот. Ну, что ещё про него можно сказать? Ну, и такой вот наборчик. Вот у него, кстати, здесь тоже пушечки есть, они сгибаются. Всякое разное. Декоративное тоже. Ну, в принципе, всё. Весь такой чёрный, этот, серый. Кстати, очень хорошие ресурсы на чёрные детали, потому что... Ну, полезные детали. Можете посмотреть, да. Вот. Наблюдайте, да. Вот. Ну, фигурки прикольные. Вот такие тут детальки всякие. Ну, не знаю, что можно про этот набор ещё сказать. Ну, типа норм, набор. Ну, скучновато, на самом деле. Ну, и давайте, раз уж звонение пошло, давайте подведём итоги. И давайте подводить итоги, что бы, конечно же, хотела сказать об этом наборе. Конечно же, оценить его. В данном наборе я поставлю, думаю, 5 из 10. Потому что, ну, в принципе, что можно про этот набор рассказать? Тут нет никаких фишек, тут только стрельба. Да, и вообще этот набор, я считаю, для пола... Ну, был очень такой. Потому что, ну, я не знаю, что про него можно сказать. Обычный, унылый, типичный набор. Вот. Даже про X-Wing можно больше сказать. Он, ну, как-то поинтереснее. У него раскрываются эти крылья там. Убирается под ножка. Сделать бы здесь какой-нибудь стенд для него. Потому что, ну, естественно, я думаю, он так не садится. Хотя, да не, не, вряд ли он так садится. Прям на крылья эти. Вот. Да даже, ну, про какой набор можно... Даже про этот набор можно больше всего сказать. Вот про этот. Чем про вот эту большую махину. Этот набор, на секундочку, стоит всего 2000. Меньше даже можно найти за 1500. Вот. Сейчас как раз Чёрная Пятница. И поэтому, не знаю, есть ли смысл покупать этот набор. Я думаю, смысла нет. Но если вам нужно стремить кейлайона, конечно, да. Потому что больше наборов не было. И перевыпусков, я думаю... Не, перевыпуск, я думаю, будет, естественно. Но, да, ну, что-то я сейчас люблю перевыпускать, но не скоро. Я думаю, через лет, не знаю, как минимум 5 точно не будет перевыпусков этого набора. Ну, кто знает, конечно, но такого масштаба, может, будет и микрофайдер, может... А, микрофайдер уже есть, даже у меня он есть. Вот. Ну, да. А так, в принципе, набор неплохой, но, как я уже сказал, неинтересный, скучный, неигровой. Тут нечем играть. Тот же Тайфайд... Ой, не Тайфайдер. Тот же Тайфайд, да. Ну, больше таких функций. Им интереснее играть, чем этим аппаратом. Вайвингом тоже интереснее играть, Соколов, естественно, интереснее играть. Иксфингом намного интереснее играть. Ну, я тоже сам играю. Там, типа, всякие сценки я делаю. Как, например, Сокол летит, там, и Вайвинг, иксфинг, да. Допустим, вот у меня три Сокола есть, да, я иду, сейчас четыре будет. Вот Тайфайдер, там, расставляю всякие поставки, делаю всякие поиски, делаю. Звездные разрушители туда при... ну, причисляю. Вот. Ну, вообще, очень круто. Ну, прибавляю к этой... как это сказать? Ну, не знаю, короче. Экспозиции для постановки. Да, постановки. Вот. Ну, и, короче, да. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И... следующий ролик, я думаю, это будет, ну, наверное, влог, не знаю. Наверное, буду влоги снимать тоже, чтобы, ну, хотя бы, Легович редко выходит, ну, за то, что убить. Ну, у меня времени нет, у меня много домашки сдают. Вот, поздний контрольный опалгебр будет. Поэтому, да, у меня мало времени снимать обзоры, но нашёл чуть-чуть времени вечером снять в пятницу. Вот, и поэтому я буду снимать на влоге, их легче снимать. Типа, ну, просто снимаешь, снимаешь, говоришь что-то про лего. Там новый набор, вот, пришёл завтра, там, допустим, да, придёт мне новый набор. Там, лего техник, гусеничный вездеход. 2019 года, который синий такой, с... С... этим... Не с пулбэком, что он... Короче, с элемоторами, там, с этим инфракрасным ресивером, что он... Ну, да, короче, приёмником. Вот, пульт управления, там, и смотрейный блог. Вот, допустим, да. Долго я что-то рассказываю про это, ну, как бы, да, ну, вы знаете, что такое влог, я думаю. Ну, и, в общем, всё, что я уже сказала, делайте, проделайте операции, лайк, подписка, комментируйте, обязательно комментируйте. Обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь, обязательно. И всем пока, ждите новых роликов и смотрите старые ролики.